доброе утречко а кто это у нас там на коврике спит почему не у себя на месте хвостичек решил там такой хороший но не пушистый но он такой плотный очень коврик из по моему кажется языке и вот ему он так понравился что он тут под столом все время лежит а я хотела показать не цветочек хотя он тоже хорош вот такая маранта симпатичная она прямо то раскидывает свои листья то поднимает опускает в общем все время видишь что что-то происходит с растением она очень реагирует на свет и если его слишком много то она начинает как бы пытаться спрятаться от него опускает листья потом до ночи на высоко поднимает и как бы закрывает в общем такая раскидистая интересная штучка я хочу подобраться поближе к столику который здесь я так временами пересматривали что у меня есть потому что везде полочки везде столики чудесная картина по масса кинкейда обожаю его просто вот все эти старые разные домики такие уютные с горящими окошками да привет малыш привет пришел тут до поздороваться говорят что ты вырос и возмужал но но мне не стал совершенно вчера что-то чавкал чем-то так активно жевал что мне показалось подозрительным и я попыталась вытащить у него изо рта и там такая знаете кнопка с пластмассовым наконечником я чуть инфаркт не хватило где он я нашел не представляю но в общем спасли разгрызал это 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 пластмассе но если бы разгрыз то сама кнопка могла попасть ему конечно уже внутрь ой прямо вот ребенок ребенок хотела показать немножко любимых чашечек троечек которые в свое время покупались в разных местах ну просто очень очень нравится что-то уже подумываю что надо может быть продать потому что слишком много но некоторые такие любимые что рука на них пока не поднимается вот одна из них такая вот на ножках с интересной ручкой но что-то что-то думаешь пищи скажи почему на меня внимание не обращают почему на меня внимание не обращает он очень любит мою соседку то что она приходит она сразу с ним начинает таким вот милым голосом говорить не строгим и и сразу опускается на пол садится и начинает с ним играть и он ее теперь любит просто безмерно она для него даже не то что самый любимый гостья он готов вообще за ней идти куда угодно но тем не менее когда она уходит я его беру на руки чтобы он не убежал по лестнице вниз и не выскочила за дверь и он начинает ужасно рычать гавкать и злиться что она уходит это мне напомнило случай из моего детства там была она деревня собака которая была привязана с времена цепи она была такая какая-то волчьи породы то есть смесь овчарки с волком нагуляла что называется вот злая очень но в принципе когда к ней подходила подходили она очень была радостная вот прямо радовалась радовалась прямо как хвостик но когда уходили она накидывалась потому что наверное было скучно 1 я как ребенок всегда лезла к ней мне хотелось не играться обниматься что мы и делали а потом я бросала какой-нибудь камень или палку в сторону и там уже дело скорости надо было успеть удрать на длину веревки на длину цепи на которой она сидела потому что она могла накинуться обижалась что ее оставляет так и этот наверное не хочет чтобы уходили гости которые ему нравятся и поэтому так себя ведет иначе я не могу объяснить это поведение если у вас есть мысли на этот счет почему она радуется приходу и ужасно злится когда уходит высказывайте свое мнение так вернемся к столику это столик на котором так сейчас я попробую так немножко удалить его чтобы сразу было лучше видно на котором я периодически ставлю предметы которые мне нравятся чтобы на них любоваться но так слишком далеко ладно вернемся в прежнее положение так как это сделать вот ну вот это так наверное чтобы показать поподробнее тут такие весенние тюльпанчики что в общем она очень актуально именно в это время года у нас вот такая вот марка и вот такие вот чудесно они еще с каким-то таким выдавленным рисунком и вот большая тарелочка либо тоже там что-нибудь интересное вот как здесь сделать но не сделали вот такая вот история и теперь пойдем на кухню там я вчера приготовила для чаепития приезжала знакомая мы как раз тестировали недавно одну купленную и одну давно купленную чайную троечку мне показалось что они похожи но все-таки нет вот такие вот по цвету они похожи то есть краску брали их можно сказать наверное наливали из одного ведерка и там и там цветочки такие вот видите в оранжевом наверное цвете и серо-желтые такие какие-то лепестки но и фирмы и марка однако учен ройтер другой оба ройтер не знаю как они может они там соседи были может это фирма фирме я вот историю конечно всех этих заводов немецких не очень знаю и по степени давности но в общем обе достаточно старенькие последняя покупка была вот эта она мне просто покорила вот своим таким вот краем необычным и конечно богатым цветочным рисунком мне очень нравится когда на дне тоже есть рисунок когда не только где-то по краям ну и вообще когда есть внутри рисунок то что бывают чашки снаружи разрисованы а внутри нет не смотрите тоже какая и ручка чего здесь только нет красивый вот это у нас баройтер по-моему потом потом увидим вот такая вот красота немножко уже позолота конечно потерлась было бы удивительно если бы она была как новенькая но она как новенькая все равно очень красиво вот эта идея скошенных этих краев все-таки сколько всего можно придумать интересного с простыми чашечками казалось бы раньше мне нравилось чайники собирать на принципе сейчас нравится потому что там можно столько вообще креатива на креативить столько всего но чашечки тоже прелесть тут у меня брусничное варенье не самое удачное сегодня хочу сходить в один интересный магазинчик надеюсь получится потому что я жду знакомого чтобы вместе за компанией там довольно далеко пешком надо идти привет и и и сюда уже перебрался и сюда уже перебрался так окошко надо закрыть холодный воздух тянет из окна ну ладно сейчас быстренько покажу вот эту чашечку и тоже вот такой вот рисунок здесь уже какой-то более кажется дикий цветок чем чем на предыдущий но и немножко желтее чуть-чуть желтее сливочнее сам фарфор но и ручка и все просто волшебно прекрасны вот эти ножки ой красота вот он вот он и такой но прелестнейший совершенно узор но есть несколько тарелочек которые из-под красивейших очевидно 3 а ну вот они остались какая такая одна ли еще и меня рука не поднимается конечно вряд ли я найду к ним отдельно чашку но сами тарелки по себе тоже настолько хороши и ты понимаешь что там когда-то была какая-нибудь чудесная композиция получалась общая так давайте закрою окно заварю ромашковый чай и поболтаем еще немножко по сути покажу вам еще кое-какие красивые следующее так я заварила чай чайнички которые купила на сайте тему они мне за рекламу не платят поэтому много рассказывать не стану но сочи не тип мне понравился вот такой чудесной деревянной ручкой очень прочной чай какой-то экзотический там плавают кусочки всякого разного много тоже не заваривала полно чайник потому что так много я с утра чая не пью тем более это уже будет второе чаепитие так это не буду отвлекаться хотела вам опять там моховый садик показать как там все произрастает покажу единственного здесь у меня для варенья такая чудесная мне 6 штучек мне подарили на день рождения это такие розеточки прекрасные тоже разрисованы мне кажется вручную ну так ник по крайней мере хотелось бы думать и это наша вот аришская вот такие вот были тоже один раз видела соусник с подобным рисунком то есть возможно есть много предметов но редко они попадаются редко я их вижу и так следующие красивейшие чашки которые ну до которых было ближе всего добраться так чьи это туши потому что покупались они ну в течение последних двух месяцев очевидно так то что покупалось ранее у меня сложено в ящичках и надо добираться все время думаю чтоб такое сделать чтобы можно было как-то красивый расставить и смотреть но это нужно буквально тогда какую-то целую витрину переделывать шкаф о чем я сейчас подумываю но это все выливается в очень большие суммы поэтому пока наверное нет привет малыш даже не ожидала от себя что что-то синее куплю я спокойно отношусь к синему цвету знаю что есть кому очень нравится сочетание белого синего и она действительно прекрасно ну мне как-то больше нравятся цветочные рисунки но вот этот покорил это у нас ваймар такой судя по золоте наверное уже не очень молодой а может быть просто так ну чей-то тут нос чей-то тут нос вот такой красивый красив нижней тарелочкой она вот так не лежи мне руку это телефон шатается какая вот прелесть под нее хочется белый подсвечник какой-нибудь ну что-то очень изысканное очень красивая и ну совсем по-другому оформленный стол это просто я сейчас положила вот эту скатерочку но это даже не скатерочка так такая какая-то плетеночка должна поча не подходит хорошо следующий тоже ваймар но я думаю что уже более современную тоже такой белый фарфор весь из себя и здесь фиалочки которые мне нравятся а сегодня кстати есть я дойду до этого магазина до которого собираюсь дойти то там мне сказали какие-то потрясающие анютины глазки на посуде там чашка чайник но правда цены там не дешевые и сами предметы современные но тем не менее интересно я думаю будет посмотреть я там всегда покупаю вкуснейшие брусничное варенье то что то что у меня сейчас на столе это какая-то пародия на брусничное варенье цветочки прямо яркие яркие прямо такие хорошо прорисованные и вот такая вот красота это у нас германия теперь переберемся к англии люблю англии за то что там очень много цветочных рисунков и вот конкретно этот рисунок он взят с изображений в одном старинном английском поместье точно не скажу в каком потому что читала что вот они брали вот этот цветочный рисунок именно с каких-то не знаю может быть гобеленов там или еще чего-нибудь вот такая такой из меня знаток никакой но смотрится конечно замечательно цветочно радостно интересно сколько это чай надо заваривать вообще минут то нас с вами за одно чайные посиделки так хвостик зачем ты стол лижешь вообще такой вот куда угодно так что-то там такое интересное нашел в этом столе только не грызи пожалуйста меня после вчерашней кнопки уже теперь я за ним слежу как я не знаю что вот так красиво там тоже в этом поместье стариннейшим есть эти изображения эти цветочки и вот они перекочевали на чайный а вот наверняка вот это наверху ведь и не знаю как он читается точно хадан холл какой-то вот он наверное есть кстати если погуглить наверняка там все это и найдется вся эта красота откуда не взяли идею потому что действительно не так не так наверное просто и легко придумать рисунок хотя если ты художник мне кажется эти в голове тысячи идей всяких самых разных там хвостя тысячи идей эти тысячи идей как кутить совершить маленькую пакость и свою хозяйку довести до сумасшествия такие лапки толстенькие толстенькие лапочки но длинно длинные что в общем неплохо он хорошо по лестнице скачет бегает такой милый все время на руках около меня ну давайте вот из этой чашечки английской все-таки мне больше всего хочется сейчас нальем чая посмотрим заодно так сейчас я как-то перекину в другую руку телефон все-таки было удобнее снимать фотоаппаратами звук был лучше но мне его надо ремонтировать там что-то не в порядке так ну наверное пока я болтал уже точно настоялся и вот там будет защищать но от маленьких чинок она не защищает она наверное от больших чинок бы хорошо бы там внутри такая система какая-то да это от крупных чинок она они бы застревали бы в ней какая-то проволочка внутри а так все равно туда что-то попало это какой-то такой ройбуш мне кажется часть добавлением чего-то еще сейчас попробуем без сахара мы тут сидим вот соседкой на такое ну мини-диете не едим картошку не едим булок и стараемся все без сахара по возможности уже неделя прошла мы взвесились прошлый понедельник и вот еще следующий понедельник тогда будет видно хотя бы удалось хотя бы пару килограмм скинуть или нет надеюсь что удастся потому что не попадая ни в одни свои брюки куплены в прошлом году сейчас попробуем чай ну такой да восточный немножко он идет восточный уклон и поэтому не знаем что то все-таки стоит добавить там капельку меда или что-то такое потому что привкус чуть-чуть перченой какой-то островатой не совсем то что я хотела ну просто ромашку меня пакетиках и в таком чайнике наверно заваривать ромашку в пакетиках было бы очень глупо и смешно а хотелось его опробовать должна вот-вот со дня на день прийти еще одна посылкой я заказала еще в последний будут покрывала и подушки льняные наволочки с тоже с изображением цветов если это будет хороший товар он мне понравится то я обязательно так на кто не тут фыркает и лезет мне на голову обязательно вам покажу потому что ну пока все чтобы оттуда приходила в общем-то мне нравилось хорошее было качество сейчас давайте опять смена немножко как бы смена декора покажу еще на этот раз двойки у меня есть одна коробочка там двойки и я ну как бы интересен наверное конечно тройки собирать но попадались красивые такие довольно таки и поэтому надо их тоже вам показать их не так много будет совсем забыла хотела же выставила там прихожая и шкаф показать еще вот эту красоту в таком оттенке зеленом ну в общем вот цвет кухни ну и вообще обожаю заодно и там нашла вот такую конфетницу тоже цвет но просто прекрасные если было бы солнышко наверное можно было бы любоваться бесконечно она то появляется то исчезает на минутку и вот такая вот прелесть тоже старенькая там мы смотрели по клейму вот она хоть выглядит просто очень такой молодой но на самом деле она выпускалась по моему с 24 по 52 год как то так уже у нас англия за что еще люблю вот троечка с фиалками у него нижняя тарелка но и вообще у немецких они такие очень большие что предполагает там что на них можно много пирожных наложить наверное или что-то в этом роде а вот английский они все очень компактные они такие вот на самом деле очень небольшие вот такая вот ну просто невероятная красота я жалею что я не взяла две потому что там их было несколько штук ну как как бы как бы с мыслью что куда мне столько иногда эту мысль надо от себя отгонять ну что вещь действительно и довольно старенькая и невероятно красивая вот такой оттенок зеленого мне очень нравится я когда ну кухня сначала думала что будет оливкового цвета но думаю что в конечном итоге это больше фисташка фисташковый наверное цвет и он меняется в зависимости от того как падает тоже свет солнце но в общем такой теплый очень теплый вот и вот это тоже такого теплого цвета чем она мне тоже невероятно нравится ну вот и теперь пойду за коробочкой с двойками пока стоит здесь как-то хороший чайник у него очень красивая крышечка и вот эти ребра они мне можно сказать они сделали весь чайник на что если было бы просто простой пузатенький но тоже был бы хорош конечно но таких простых у меня был один и я его в конечном итоге подарила он был слишком большого размера у меня больше чем на двух человек никогда нет необходимости заваривать ну что просто на моей маленькой кухне больше не помещается это можно третьего бы тоже куда-то бы можно было разместить на уже было бы сложнее люблю я поболтать давайте пойдем за коробочкой заодно и будет распаковка потому что там все упаковано по дороге конечно прихватила еще одну троечку потому что она прямо лежала там сверху и это у нас кпм тоже видите очень большие большая тарелка нижняя вот такая у нее рисунок скромный но красивость такую полу раскрывшиеся розы на тарелочке большой она уже чуть-чуть побольше раскрылась ну на мой взгляд она такая просто очень нежная изящная тоже природная тоже такой немного сливочный цвет но уже гораздо более простая ручка в общем каких-то особенностей в общем-то нет чтобы сказать что ах ну она мне понравилась в ней есть вот какой-то домашний уют хотя почему домашний есть это а может потому что садовая роза там будем считать только так роза выросшая в твоем саду безумно хотелось бы выращивать розы они так прекрасные и вот из первых таких странных двоек это как бы для гадания на чайной гуще здесь уже прямо все вот выпил кофе осталось гуще и надо ее переворачивать после этого и смотреть куда что и как и согласно вот всем этим знакам тут все знаки зодиака и какие-то и там и есть такие обозначения на ну здесь что-то можно понять какой-то ключи дом сердце да тут письмо какая-то клетка змея это уж наверняка что-то какой-нибудь хейтер ну вот такой вот забавно никогда кофе не пью поэтому не пользовалась но сама по себе она очень интересная только конечно я думаю что она мне точно наверное не пригодится поэтому наверное стоит ее предложить тем кто любит так побаловаться как бы каким-нибудь таким кофейным гаданием на кофейной гуще так это у меня бумажечку ты принес какую-то я протираю тут пыль заодно потихоньку с этих чашечек хоть они стоят и где-то в коробочках все равно пыль туда тоже умудряется забраться каким-то образом может быть в связи с тем что были тут эти у нас проходили пылевые бури через которые из сахара через европу и я заметила что на листьях растений больше появилась пыли чего раньше но не было обычно как-то пыли дома очень мало может быть потому что дом стоит далеко от дороги впереди нету деревьев ничего то есть никакая пыльца не летит мне в окна ну вот как то вот там такой вид примерно до вдалеке пятиэтажка ладно иду за коробочкой наконец-то может быть я в нее дойду а то все обещаю обещаю ну вот насколько я помню все мои двойки вместились в одну такую коробочку сейчас мы ее и разберем много не будет но будет красиво будет красиво хвостик ой пожалуйста не начинает только вон отчаянная ансли английская хвостик сейчас мы к ней будем искать чашку я здесь иногда путалась вот я не уверена нет это тоже самое да вот она вот так вот выглядит ну замечательно здесь даже и 3 не нужно хотя было бы красиво увидеть на 3 тоже цветок потому что здесь цветка нет а здесь внутри такой чудесный букетик хвостик пожалуйста не шуми такая вот теперь можно объяснить мою любовь к английской посуде так тут у меня попалась и вазочка японская с позолотой вот изумительный тоже совершенно рисунок сейчас к нему мне чашки и тарелки отдельно поэтому сейчас будем подбирать потерпите немножко пока подберешь я помню что я прошлый раз искала и немножко запуталась там неправильно составила но вот теперь уже точно потому что такой же рисунок так что у нас тут такое интересное там написано вообще непонятно чье но вот благодаря опять таки хорошо подобранному и рисунку цветка и вот это и по золоте тоже в виде цветочков ну вот она такая на мой взгляд очень удачная хорошая ручка удобная так пошурши это это должен быть какой-то наверное интересный достаточно потому что у него и ножка и тут только нету что-то такое и там был потрясающий чайник но не отбит носик поэтому что осталось то показываю есть еще сливочник у меня и две такие вот чашки очень интересные тоже здесь работа с объемом с выпуклостью с позолотой какие-то такие вот и цветочек красивый давайте пока сюда поставим таких две вторую я показывать не буду так вижу опять фиалочки и вот я не знала что мне есть такая двойка и когда вам показывала видео про все фиалочная винтерлинг то я не достала к сожалению эту чайную пару а жаль было бы что показать ищу под нее тарелку как-то мне тут оказывается больше чем надо тарелок я не могу понять но это это вряд ли ее по идее должно быть тоже фиалочки какие-то изображены так ладно будем искать тут заодно вот нашлась такая интересная тарелка бавария тишинройтер нету никакой у меня система никакой системы нет поэтому у нас тут такой медлительный процесс о чем пока я тут ищу можно о чем-то поговорить поговорить можно о чем о погоде у нас похолодало стало довольно неприятно слушайте но это просто просто чудеса какие-то где же она ну вот же она наконец-то нашлось необычно из-за того что вот даже кажется что это как будто бы не совсем соответствует и здесь как-то она может она и не соответствует давайте изучать нет это винтерлинг она и не соответствует так либо уже изначально было перепутано тогда собственно на чем она должна стоять на какой нет давайте-ка я прервусь а то с этим моим шуршанием и копошение может быть конечно кому-то это нравится думаю что большую часть людей это наверное раздражает поэтому сейчас соберу все эти пары и покажу вам итак все таки очевидно у меня было куплено в разнобое я конечно буду потом еще переискивать среди троек но вряд ли могла я так напутать потому что это разные марки и вот тому как она стоит с маленькими узкими основаниями должно вот стоять вот так вот то есть здесь однозначно другая чашка другой чашки я не нашла поэтому что-то либо я ошиблась либо я неправильно запаковала но поэтому пока мы это убираем как бы не соответствует действительности а вот у фиалочной кружечки оказывается тарелочка без фиалок она вот такая с позолотой просто ну собственно говоря все равно красиво все равно красиво эти цветочки и еще три все немецкие полагаю ну потому что тут и не сейчас просто поподробнее рассмотрим что понравилось и форма понравилось интересное и конечно какое-то ощущение возврата в свое детство потому что это я думаю годы 60-70 такие вот сейчас это нас барой тар бавария это все немецкие будут более чем уверенным вот это мне очень понравилось здесь тоже такие нежные цветочки весенние какие-то может быть даже такие придуманные и настоящие но чем-то напоминает мост крокусы и не знаю здесь на тарелочке тоже так здесь просто бавария и какой-то там значок и цифры 77 эти цифры меня иногда приводят в ступор потому что я не могу понять иногда они указывают количество предметов в сервизе бывает такое цифра указывает количество предметов сервизе но здесь я думаю что указывает что-то другое может какую-то партию не знаю 77 и вот такая вот нежнейшие цветочки очень широкая позолота она немножко мне кажется ее здесь слишком много она как-то не позволяет увидеть красоту цветков они теряются но тем не менее вот почему-то купилась наверное надо ее продать так и что это у нас тут бавария вот видите что это у нас потому что ну как-то как-то что-то не то что-то не то слишком много позолота я не люблю много позолота я очевидно купилась на цветочки так вот это вот собственно все мои двоечки если кому-то что-то интересное как всегда пишите мне на почту почта мне указана на главной странице вполне возможно с чем-то я готова расстаться потому что слишком много всего но наверное так видео получилось длинное может быть поход магазинчик сниму отдельно потому что там будет что показать поэтому сегодня мы пока на этом закончим а до следующих троечек мы еще доберемся там точно также надо все как следует разобрать и посмотреть что и как и почему возможно там тоже будут какие-то ошибочно составленные как бы тройки поэтому чтобы больше не шуршать бумажкой не отвлекать вас сильно от ваших дел то сделаю уже все так как нужно просто меня сейчас есть немножко времени мне надо идти забирать из химчистки пальто зимняя которая внутри с пухом я бы не рискнула стирать стиральной машинке потому что эти перышки потом могли бы превратиться неизвестно во что надеюсь химчистка сделает это все более правильно и грамотно на этом с вами прощаюсь у нас какое так давайте-ка вспомним 16 уже наверное 15 вроде вчера было 16 апреля 24 год на улице уже очень зелено и красиво начинает свисти пеларгония дениза уже у нее столько бутонов что-то как-то она так торопится впереди еще все лето и шифлера тут тоже выпустила много молоденьких вон там таких прямо целый ворох молодых листьев надо что-то пересаживать надо покупать землю в общем забота хлопот хватает но сегодня мы с вами полюбовались немножко на красивые вещи потому что они они просто красивые это придумано людьми и люди которые видят такую красоту и могут ее перенести на какое-то изделие я всегда восторгаюсь восхищаясь поэтому и показываю вам все это